Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше знакомство с книгой Седор Лам, The Rubinic View of Biblical Chronology, то есть взгляд наших мудрецов на библейскую хронологию, переведенная и прокомментированная моим учителем доктором Хаймом Гугенхаймером. В предыдущих лекциях мы говорили об этой книге, несколько вступительных слов говорили о них. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, для чего подобная работа была проделана. Дело в том, что подобные книги, подобная литература, пытающаясь создать хронологию библейского периода еврейской истории и мировой истории, она проделывалась давно, за долгие столетия до Раби Йоси, в такая книга как Сефир Йовлот, книга юбилеев, пытается сделать библейскую хронологию с момента сотворения мира до дарования Тора на горе Синай. Следует заметить, однако, что эта книга, скорее всего, является продуктом деятельности творчества некой цедукейской секты, потому что Шевот в этой книге 15-го Сивана, так что Омер они, скорее всего, отсчитывали от последнего дня Хага Мацот, не от первого, как это делаем мы. Эта книга была известна в греческом варианте, она считалась очень популярной среди эфиопских евреев. Фрагменты ее были найдены в Dead Sea Scrolls, в кумранских свитках, и, судя по всему, Седоролам не следует рассматривать как полемику с цедукейской сектой или с книгой юбилеев, потому что к времени раби Йоси цедукейцы перестали существовать как секта. Возможно, идеи витали где-то и последствия проявили себя в виде караимов, но что касается большего количества евреев того времени, даже потомки цедукеев, скорее всего, влились в основную массу еврейского народа после разрушения храма. Более того, в это время была другая секта, жившая около еврейского народа, секта ранних христиан, которые тоже имели некие взгляды на определенные хронологические события, описанные в Танахе, и пытались рассчитать определенные хронологические события на будущее из Танаха. Поэтому возможно ли, что Седоролам является полемикой с христианской сектой? Тоже маловероятно. Если есть кое-какие диагональные такие искоса, некие идеи, которые могут быть использованы как полемика против христианства, бесспорно, это не является центральной темой. Это книги и вообще по большому счету на эту тему существует важная асимметрия. И эту асимметрию, наверное, необходимо понять любому еврею. Для того, чтобы быть хорошим христианином, христианину необходимо быть знакомым с еврейской традицией. При этом для того, чтобы быть хорошим евреем, знать о христианских толкованиях и так далее, евреям абсолютно нет никакой надобности. Такая реальная асимметрия существует, и поэтому бесспорно книга Седоролам, ее основной темой не является полемика с какими-либо сектами еврейского народа или около еврейского народа, жившими в те времена. Что же является ее основной темой? Идеей книги Седоролам является создание некой последовательной, логической, гармонической хронологии библейского периода. Здесь следует отметить, что еще в Талмуде говорится о том, что Всевышний один и тот же месседж, одно и то же послание, которое дано двум различным пророкам, в Танахе выражается не одним и тем же языком. То есть совершенно возможно, чтобы об одном и том событии или об одном и том взгляде на вещи пророки сказали под различным углом. Это характерно для книг Танаха, то, что книги, то, что мы называем Сифрей Кодыш, книги, библейские книги, еврейские книги Танаха святые, они, каждый из них выражает или пророчество, или вдохновление божественное, которое озаряет этих авторов. При этом литература, которая появляется, книги, которые проявляются, они, каждый из них имеет, выражает частично личность передающего, личность автора, через которого проходит это божественное откровение, божественное вдохновление. Поэтому иногда возможно, что для нетренированного уха, для неттренированного, неискушенного слуш читателя, возможно, создастся ситуация, что он прочитает какие-то части Танаха, говорящие об одном историческом периоде, и у него создастся впечатление, что они противоречат друг другу. В действительности этого противоречия, скорее всего, нету, и просто надо попытаться увидеть это в такой плоскости, когда и то, и другое мнение дополняют друг друга. Я хочу привести, чтобы не остаться голословным, пример. Этот пример не мое изобретение. Его цитирует другой еврейский хронолог Иосиф Флавий, который основывается тоже в своей хронологии на греческий перевод Торы, на книге Маковеев. Поэтому его хронология, в принципе, тоже отличается от Седора Лам. Но Иосиф Флавий подмечает интересную вещь, важную здесь для нас, что царь Циткиягу, услышав два пророчества от двух различных пророков, от Ирмиягу и от Ехескеля, посчитал, что эти пророчества противоречат друг другу, и поэтому не обратил на них внимания. Посчитав, что вот пророки не говорят ему истины. Что это были за пророчества? Один из пророков сказал ему, что он никогда не увидит Вавилона, а другой из пророков сказал ему, что он окажется в Вавилоне в плену. Ему показалось, что эти два пророчества противоречат друг другу, и поэтому Циткиягу не поверил им, не обратил на них внимания. В реальности и то, и другое пророчества были абсолютно правдивыми. Справедливыми, и именно так и произошло. Циткиягу был пойман после разрушения Иерусалима, его семья была убита на его глазах, потом он был ослеплен и доставлен в плен в Вавилоне слепым. Он действительно не увидел Вавилона, как ему говорил один из пророков, но при этом он был там в плену, как сказал ему другой. Поэтому, чтобы не случалось вот таких вот моментов, когда для нетренированного взгляда какие-то вещи могут казаться противоречащими одно другому, существует попытка гармонизации событий, описанных в Танахе, в чёткой, в логичной хронологической системе. Причём делается это Раби Йосиф по традиционным правилам интерпретации текста. Раби Йосиф, в принципе, использует правила, которым пользуется Талмуд, для того, чтобы создать свод законов, программу жизни для еврея, служащего Всевышнему, в исполнении митцвод. И текст Торы, который иногда, из которого практически ни по какой митцвод, невозможно, читая его, взять законы для исполнения, необходима устная традиция интерпретации этого текста, чтобы она определила чёткие законы, по которым жить еврею. Вот именно эти же методы, которые используются для аллахической части еврейской традиции, Раби Йосиф пользуется этими же методами, этим же методом для интерпретации повествовательной части Танаха, чтобы получить из них хронологию. То есть, суммируя всё сказанное, основная задача этого труда не является полемикой ни с Иосифом Флавием, ни с книгами юбилеев, ни с другими параллельными сектами. Основная задача этой работы является создание логически стройной, гармоничной хронологии из текста, которого для неискушённого читателя может показаться хронологически нелёгким и для понимания. Большое вам спасибо за внимание. Следующая лекция наша будет посвящена пониманию как раз вот этого метода, которым пользуется Раби Йосиф, древнего еврейского метода интерпретации Святых Писаний. Следующая лекция, скорее всего, будет несколько более длительной и сложной, так что заранее предупреждаю, нервных прошу удалиться и подготовьтесь к чему-то серьёзному в следующий раз. А пока наступило утро и Шахерезада закончила дозволенные ей речи. Спасибо за внимание.